здравствуйте друзья мы снова вместе нам еще долго предстоит быть вместе времени от времени я вспоминаю что я гражданин России и так как кому многое дано с тобой спрос особый вот я должен соответствовать тому что мне дано свыше от Бога сейчас не смотрите не подумай что это просто громкие слова за ними последуются какие-то действия смотрим сюда вот это мой канал один из них очень-очень огромные 3392 о нет не сюда это не то сейчас посмотрим сколько здесь у нас так подписчиков мало а фильмов у нас распространяйте все где-то здесь должно быть а садоводство по железу одно видео из 3298 может быть такое количество когда уже казалось бы все темы должны быть усерпаны нет появляется новая новая тема это все беспредельно и я вынужден говорить и с горечью и с гордостью я веду еще одну тему называется история садоводство насколько глубоко я в теме давайте посмотрим я назвал эту серию никто тоже очень-очень много но вы сами видите вот они видели вот справа вот воспоминания о будущем сибирского садовода по другому я еще называю рассказы о предтечах но время идет все больше садовода в один сие меньше иногда я с горечью шучу шутю шутю что наверное арьском саду не хватает специалистов их забирают преждевременно фактически в расцвете сила горько 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 Я решил эту тему продолжать до бесконечности Потому что я много знаю Я знаком со всеми выдающимися садоводами современности То, что вы видели, это те, кто жил в 19 веке, в первой половине 20 Видели, просмотров там мало, сотни, но не тысячи Но однажды, однажды случится чудо И знаете какое? Однажды я служу, это мое служение науке Как это громко не звучит Однажды в современных учебниках, будущих учебниках по садоводству Войдет, но уже в текстовом выражении Все, что я вам сейчас рассказываю и буду рассказывать Это очень-очень важно У меня есть великолепная помощница Одна из великолепных помощниц Ражева Лилия, я называю сестрой Она не теряя времени Теряя свое личное время, она помогает мне Оформить, чтобы это было как бы Законченный фильм с титрами, с музыкой и так далее Вот сейчас я листаю свою уникальную Уникальнейшую Архив Сейчас поймете, о чем речь идет Вот И сегодня я познакомлю вас с уникальнейшим человеком И это будет второе Второе знакомство Потому что первое Три года идут Первое давно забыто Просто забыто У меня так тысячи страниц такого текста Уникальнейшего Вот Наверное начнем вот отсюда Значит о ком пойдет речь Есть Было Царство Небеса уникальный садовод Нога Татьяна Салмы Вот Человек Необыкновенного ума Настоящий боец Когда на меня накидывались Так называемые специалисты Они получали в ответ не от меня, а от нее Да, было дело Я еще называл ей У нее еще было Другое, как бы Наверное Назовем это Псевдонимом Диана Вот Я уже в шутку называл ее Дианой охотницей За ее Острый ум За Нежелание Сносить оскорбления И прочее, прочее Мой адрес, кстати Она заступалась За себя, за меня Вот Давайте посмотрим Когда-то я Рассказал об этом Уникальной Вечере Из-за Леборской области Вот Уникальный сад Свои сорта Не имеющие аналогов На всей планете Все это было Она привлекла внимание Даже Можно сказать Соседи Ученых Сейчас я найду какую-нибудь Фотографию Ученых Из Челябинска К ней приехали Вот А, уже когда я не было в жилах К ней приехали Так И говорят Отдайте нам Семена Черенки А мы Это испытаем Внедрем Внедрем В этот самый Реестр Сортов Вот Пройдут Каких-то Несколько десятков лет И мы с вами Рассчитаемся По несколько десятков лет Это в скобках От меня Вот А Ее уже не было В живых А дочка Ко мне Холерик Что делать-то Давать Я говорю Продавай Она назначила цену Естественно Что наука Заниматься Купой и продажей Не захотела Все осталось Как было И остались В ней науки Уникальные сорта Почему я вмешался Однажды Мне Много Татьяны Саны Написала письмо Я о ней не знал И писал Несколько фотографий Фотографии Уникальные И даже Чисто внешне Видно было Что они уникальны Я вам объясню ниже Почему Я так думал Дело в том Что Она попросила помощи Я был популярен Примерно в 10 раз Больше чем сейчас Сейчас садоводство умирает И интерес к садоводству Тоже умирает Я был популярен В 10 раз Ну например На моем сайте было Не как сейчас там Это Каждый день заходит туда 60-80 человек Было 600-800 в день Представляете Популярность какая И Она Попросила помощи Помогите Мне Продать эти сорта Вот Я поддержал Как Я несколько Публикаций Сделал Я показал Ее фотографии И объяснил Почему они уникальны И Она Сама После этого Еще сильнее Поверила В их уникальность Она попросила Продать А покупателей Не нашлось Хотели Извините На халяву Все это Хапнуть Но не вышло Дочка Уже Наследница Отказала Судьба Еще сейчас Я не знаю Прошло Мы будем Стать 15 лет Это не шутки И Все это было известно Ну наверное Все забыто Давайте Сейчас Мы с вами Сделаем так Ну Во-первых Еще раз Мне надо проверить Идет ли запись Ага Идет Во-вторых Раз Мы чуть ли не с нуля Но Кому надо Тот про это знает Еще раз говорю Что это попадет В особый Как он называется Когда сразу Много Этих Фильмов Вода и куча Собрано Попадет туда Так И Наверное Вот так Это будет выглядеть Именно в этот раздел Вот Вот сюда История садоводства И будет ждать 5 10 20 20 лет Пока не придут Наши Настоящие Садоводы Которые будут Уже Не все равно Им Вот И уже Не за выслугу лет Будут давать Звание Академик А только Тех Которые Которые Это разгар Деревья Деревья Вот Которые Отводки От Которые Условия и уходит состояние покоя это и позволило выжить то время как другие растения и яблони и растущие по округе березы и тополяцию сердцевыми почтями корня попросту засохли вот теперь вы поняли что однажды в этом году случилось страшное засуха с весны до осени только осенью чуть-чуть дождей было и не сей пуст море искусственно пусто все пусто колодцы пустой вот и получается что вот эту тему которую мы сейчас с вами прослушиваем она злободневных у меня-то сад вообще не погиб часть деревни дала просто часть дала просто как будто ничего не случилось особенно абрикос выражаясь сумасшедшие невиданные за все 40 лет так невиданные подчеркиваю не было никогда такого и это дичайшую засуху только что плоды мелкие были но их было столько что сейчас еще лежат у меня плоды до сих пор по деревне и уже превратились все равно простите я никогда не включают телефон так надо прошу прощения жизнь продолжается знаете о чем речь пойдет попросил меня на моем сайте в разделе каталог семян снизит цену абрикосов с 30 рублей до 25 всем плохо и пусть будет неплохо а тем кто неоднократно выписывал тем аж до 20 рублей вот получается где-то на 30 процентов меньше но мы не будем дальше про коммерцию идем дальше внимание я имела возможность убедиться на многих видах растения написал моем саду их полторы сотни декоративных тех которые вы назвали с красивыми сорняками да я продолжаю считать что пока мы не находим страну фруктами заниматься декоративными можно подождать знаете как извините это она меня отвлекла не вывод этой фразы что я назвал красивыми сорняками сколько людей ну вот была мода братья а гектарами и умудряли взять купить там еще как-то в аренду на 50 рублей на 50 лет и что дальше соснами березами давай засаживать где взять против плоды пробовали покупать плодовая деревьев это часть сада мертвая березы сосны растут вот я уже не выдержал после таких этих писем не написал хотя можете обидно читаю дальше что живучесть определяется отнюдь не характером строения корней ну пусть мы по-разному считаем для меня чем длиннее соревнования корень тем не зашина применила это самое выражение теперь например у яблони выжил и часть северцев и клоны то есть все совсем молодые причем опять очевидно что выживающие в жёлте жесткие зимы 1-2 летние сеянцы еще не достаете до каких расслов вы поняли чем лучше тем больше тем вот этот минерально-солевой суп содержание солей минерал в растворенных подпочвенной воде чем лучше тем назовем это плотнее больше концентрация по моим наблюдению моменту начала плотношения то есть четвертому году жизни отсаженного клона у него начинает формироваться характерная для сорта формы крона если идите со сорта формируется надземная часть что мешает идентичном формираемой части подземной если у десятка видов многолетних декоративных растений из тех которые способны черенковаться к моменту взросления клона он приобретает все типичные виды или сорта черты все формы хорней почему я буду на русскую семью вот знаете что я скажу вопрос открытый и останется открытый почему ну например трех четырех то есть я выкапываю но при этом пусть будет вот этот спорт чуть-чуть куда-то нас продвинет давайте попробуем и так мы сейчас с вами попадаем ко мне в раздел архив железного корня сейчас мы с вами найдем корень который был выкопал поколевает вода подчеркиваю через год-два он становится таким и достаточно длинным то считаю ну корни вроде бы и нет раз вот посмотрим еще вот еще 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 борется на яблони поэтому вот эти темы пропускаем так пропускаем значит искусственные корни они на мой взгляд еще хуже чем просто вот так получается что вот это допустим сады был куплен из посылки согласитесь что это не серьезно не серьезно а мы сейчас еще посмотрим до сравнения кое-что жаль тут абрикосы прекрасно корни а вот они значит смотрим это пожил в год-два привиты и вот они уже занимают такое место но никогда не найдете у них центрального корня то есть за два за три года центральный корень не появился так вот а начало вот такого вот такой выкопан был из земли тайге к нему привита яблони и дала достаточно приличный рост при этом довольно жалко выглядит центрального корня в этот момент и наблюдается где-то я хотел показать еще корень который называется это бесценное сокровище мой этот моя папка на все темы груза у груз пожалуйста есть полезный корень для питания и для воды дайте фриза вот это пожалуйста вот что нам делать а потом я не буду с ней полностью до конца говорить я прав не прав сейчас поймете почему 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 еще хочу показать вам серверный корень до свободу видели посмотрите какой корень вот этот корень уточина пьется теперь стал вопрос а что же нам делать то ведь получается что первом случае вроде бы его нет но наша уважаемая моя подруга мой друг и аппаратка утверждает что пройдет годы и этот самый корень искусственный корень из клона все равно даст центральный корень а теперь тут я засомневался почему я предлагаю всех свидетелей соучастники и будущее испытатель но мне доводилось внутри четыре года когда я выкапывал корневой отводок госцентрального корня когда садили за три четыре года он так и не появлялся но это еще не все а а может она право аборт они проявляются и позже и тогда получается что он ничем не отличается от сеется вот я о чем значит для чего мы это все если раз подчеркнуть склонить голову перед умнейшим человеком вот если раз она дает возможность подумать на эту тему так ведь не замерзали же ее не замерзали ее клоны не замерзали что же это такое получается далее раз так получилось надо бы эту тему продлить если бы кто-то взял на выкопал бы саженец которому десять лет и который вырос в виде клода то есть ткнули палку не палку а ветку живая набросла корня еще десять лет на какую глубину уйдет мы сейчас этого не знаем я уверен что никто этого никогда никто этого никогда даже не пытался понять а вот она смогла удача